всем привет дорогие друзья с вами рудник очередная серия нашего летсплея по space heaven как вы успели заметить у меня команды еще пополнилось новым космонавтом или даже двумя честно говоря не помню сколько было в последнем летсплеем опять же пропустил я небольшой кусочек который произошел с бурными достаточно событиями кстати в ходе путешествия но если посмотреть на глобальный карте то уже вот большой кусок различных звездных систем мною исследован и тут как раз таки после спасения очередного космонавта мне как бы тюкнул в голову идея а пора бы мне уже строить новый корабль потому что в текущем мы уже все не влезаем конечно же вся эта идея так и осталось бы в голове но у меня не хватает уже пищи для всей команды поэтому конечно же уже срочно необходимо переходить и начинать строительство всего этого дела с нуля если обратить внимание конечно же капсул гиперста на каждого участника это априори конечно же их нужно делать площадь текущего корабля у меня ну честно я не считал не знаю но для того чтобы все влезал приходится делать уже вот такие вот аппендиксы это меня очень сильно расстраивает новый корабль я постараюсь сделать внешне симметричным как вы видите но при этом внутри придется все-таки чем-то жонглировать придумывать какие-то оригинальные решения вот в том числе с зонами комфорта потому что есть шум и есть различные проблемы вот поэтому ну и конечно же все зоны отдыха все зоны для развлечений нужно будет очень очень сильно разносить друг от друга и конечно же закрывать абсолютно все комнаты друг от друга в отдельные отсеки и каюты двигатели я планирую аж 4 штуки потому что грузоподъемность корабля ожидается очень весомой с моей стороны 4 причем больших гипер двигателя станки не знаю какие влезут какие не влезут но по крайней мере попробуем впихнуть по максимуму это все дело ну и конечно же у нас там будет большое количество кают несмотря на то что можно всех абсолютно наших членов экипажа распределить там на три не пересекающихся смены когда они будут ночевать вот как у меня сейчас в двух каютах да на двухъярусных кроватях но все-таки двухъярусной кровати это минус потому что он дает минус комфорту минус к настроению если вдруг там спят уже два человека то это минус к настроению неприятный потому что типа они не выспались им мешали спать и так далее вот поэтому мы будем стараться все-таки делать одноярусные кровати будем стараться делать одноместные каюты но все-таки с тем прицелом что двух палату но ну скажем так каюту на двух я все-таки сделаю потому что в последнем обновлении добавили контент когда наши члены экипажа могут настолько хорошо сдружиться что станут любовниками и начнут дружить организмами но это конечно дополнение такое просто с юмором такого контента в игре конечно же нету но мы не забываем что нам нужен и медицинский отсек нам нужен отсек который будет именно с криво капсулами да с гиперсоном нам ну не не криво конечно же до гиперсон нам потребуется несколько нам минимум три буровика уже нужно потому что с двумя это медленно даже сейчас строительство корабля вы видите достаточно медленно и ну а при разборе каких-нибудь брошенных кораблей в три буровика об тем более что рук сейчас очень много доступных свободных мы будем справляться куда быстрее что еще можно было бы отметить из важного по ресурсам конечно же их много электрогенератор будет у меня тоже максимального уровня по дереву исследований сейчас пока там идет строительство ну вот если по нему пролистать немножко у меня по сути не изучена только оружейная ветка лазерное оружие пока для меня еще это новинка бронежилеты тоже в новинку ну и рапки и клетки тоже вот но при этом у меня полностью изучена ветка ботаники и производственные ветки постепенно заканчивается изучением защитных оборонительных всяких приспособлений и устройств то есть мы можем уже снабдить наш корабль щитами чего я и надеюсь сделать и хотя бы парочки примитивных пушек это бы помогло по крайней мере отстреливаться от каких-нибудь самых самых простецких пиратов то есть но если небольшие корабли можно будет даже с ними помахаться поставим опять же баррикады на своем корабле и можно будет дать им по шапке они просто от них убегать но это мы еще с вами посмотрим это мы с вами еще разберемся что в этом корабле как будет расположена ну понятное дело в хвостовой части будут четыре гипер двигателя в передней части будет некий командный пункт с основными нашими панелями оружейный защитный оператор навигатор все будут сидеть там у нас будет достаточно большой отсек с рассадниками потому что пищи сейчас на шестерых космонавтов не хватало с появлением седьмого это уже катастрофа им периодически приходится кушать водоросли это очень неприятный факт потому что все это сказывается на настроение не раз возвращался к теме как раз таки важности этого момента но сейчас у меня стали появляться нервные срывы в команде потому что есть бойцы которые отправляются на исследование заброшенных кораблей либо станций они там могут получить некие повреждения если вдруг в ходе там повреждение серьезные например лечение не очень быстро идет люди еще могут например сейчас не выспаться до на текущем моем корабле ну и все это как снежный ком катится 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 и у меня был вот не так давно к сожалению не под запись случае когда вот данная барышня попыталась закончить эту игру для себя но ее там спасли и в итоге она потом еще уныли стала чем была вот ну и поджечь корабль она тоже пыталась то есть это ну судя по всему очень был тяжелый срыв это проблему естественно корабли не решила вот но в итоге несколько дней игровых я не сделал как свободный график ну и она там чисто развлекая развлечениями занималась много спала пришла в себя и потом работают вот сейчас как видите спокойно абсолютно допускать допускать такого конечно же очень не хоть не хочется в дальнейшем поэтому будем стараться наладить комфортность работы комфортность отдыха настолько оптимально сколько получится но с учетом того что схемы заранее никакой не делал это не запланированный скажем такой ход просто под запись поэтому посмотрим как это будет получаться заранее ребят извините если будет что-то перестраиваться покажется это все не несколько рутинным делом но в конечном итоге очень хотелось бы получить что-то более-менее интересное в плане каких-то решений так что прошу вас в комментарии можно будет смело обсудить мою застройку шлюз я попробую поставить с обратной стороны с внешней вот где-то здесь ближе к центру хочется шлюз в относительной близости от складов поставить склады где-то на центральной оси корабля чтобы с них можно было достаточно быстро перетаскивать товары либо там на кухню промышленным отсеком между шлюзами ангарами и так далее но опять же это ситуативная штука насколько оптимально у меня это получится я пока не знаю здесь у меня само собой получилось что склады максимально удобно до всего расположена но разве что вот эту дверь можно было бы перенести но увы как есть почему же я сейчас строюсь именно здесь да я предварительно переместился на сектор военного альянса эта система безопасно и здесь нету пиратов с военным альянсом у меня нейтральные отношения нападать на меня они не будут более того я прилетел к торговой станции торгового альянсом ну торговой федерации эта штука очень полезно тем что она задорого покупает наши блоки вот как вы видите ну почти практически за 110 120 монет штука инфра блоков нигде больше такой высокой цены честно говоря я еще не встречал это это важное замечание это важный момент поэтому берем на вооружение пользуемся по-любому вам это пригодится воды льда удобрений так далее вы ну здесь можете найти хотя вот в данном случае я вот не вижу чтоб цена сильно отличалась да ну избытка этих ресурсов здесь нет потому что не так давно я сюда залетал и пополнял свои запасы но в целом торговые станции они конечно очень за хорошую стоимость выкупают но это наблюдение тоже есть так что по расположению у меня еще стоит отметить конечно же будет несколько солнечных панелей потому что на одном электро генераторе ну вытянуть корабль будет сложно не хочется перманентно тратить большое количество энерго стержней так что ну для собственного спокойствия для длительности нашего вообще путешествия нужно будет хорошенько хорошенько экономить как раз таки наш энергии вот здесь я вижу ребята обладают большими запасами этого материала давайте с ними сейчас как раз таки по торгуем я не вижу смысла в большом количестве вот мягких блоков у меня не так много разных декораций планируется поэтому давайте их выменим на торговал я деньжат тоже это намеренный был шаг поспихивал я все ненужное вообще инфра блоки это очень такая интересная штука и и всегда их точнее всегда много их мы тоннами буквально гребем с любого разбора что техно лом что энергетический лом что инфра лом это все нам в конечном итоге дает такой продукт как блок и именно инфра блок конечно же из них мы можем в обратную сторону перекрафт техно блоки энергетические блоки но мы их не используем в таком огромном количестве то есть в конечном итоге на них именно можно в том числе торговать подниматься но здесь важная особенность что именно только в торговых каких-то точках в торговых аванпостах мы можем их продать с хорошим наваром для себя то есть так с флотами такой стоимости не получается шлюз и я планирую поставить один было у меня идея может быть сделать еще один второй там что-нибудь но честно говоря оценив перспективы такого мероприятия ну честно говоря подумал а ну его нафиг вот по одной простой причине одного вполне достаточно для торговли для разбора например каких-то брошенных кораблей при наличии достаточного количества рук которые могут там отнести перенести там заполнить таких проблем именно с логистикой уже нету ну а зачем соответственно второй мы лучше снарядим первые баррикадами но расположим его рядом со складами и в случае там чего-либо будем в полной боеготовности и с максимальной оперативной логистикой все поступающие грузы принимать по крафту я пока не зарекаюсь что я буду ставить что нет возможно даже как какие-то вот именно производственные ресурсные вот эти все объекты я их еще может даже в этой в этом летсплее не установлю на корабль потому что надо прикинуть какие нужны какие нет нужен априори утилизатор строительный станок очиститель воды ну влагосборник безусловно он будет стоять точно также у нас в нашем саду да где мы будем выращивать всю пищу компостник там же по сути нужен но можно не обязательно прям вот именно в саду тоже тут это ситуационная такая тема фабрикатор предметов сейчас не критичен вообще потому что я не крафчу на нем ничего металлопреобразователь опционален потому что начальных мелких вот самых низших ресурсов много но при этом в них нету такой прям дикой необходимости то есть плат при разборе тоже получается много пластин стальных ну ну куда их использовать но из них я ничего сейчас не крафт поэтому ну тоже к них смысла особого нет ткань мне не нужна потому что мягких блоков и так навалом сборочная установка ну делает три основных типа блоков мы их получаем и так в достатке при разборе других кораблей брошенных да вот за счет лома энергопреобразователь точно нужен это один из первых крафтовых скажем установок которую я буду ставить химоочиститель тоже полезен нужен потому что здесь у нас химикаты из химикат мы получаем удобрение тоже очень полезная важная штука ну и фабрикатор оптоэлектроники нужен нам наверно во вторую очередь именно для подготовки там расширения наших нашей будущей флотилии но пока это все не срочно не не горит ну и расширенная сборочная установка это уже последствиям установки оптоэлектроники потому что ну нету деталей не смысла крафтить они и не не будет вот что касаемо электроэнергии конечно большое количество накопительных узлов надо будет ставить чтобы энергия у нас всегда на корабле была как я уже сказал медицинские койки парочку точно понадобится у меня не раз уже были случаи когда после высадки таких плотных боев с тягачами когда там два тягача прям сразу же со старта как только вы высаживаетесь вылетают вам навстречу бьют лица нашим ребятам вот ну как бы одного одной койки недостаточно бывает поэтому вот 2 это для спокойной вообще жизни два туалета потому что сейчас одним конечно не очень сильно часто скажем так появляется в туалет очередь камеры гиперсона 8 штук запланировано ну и по одному музыкальному аркадному автомат пока еще на кухне я думаю поставлю и хватит сейчас по крайней мере вот тут был уничтожен музыкальный аппарат вот совсем недавно метеоритным дождем и я подумал что не буду я тратить ресурсы на то чтобы его перестроить но из-за этого конечно хуже настроение у моих космонавтов по складам планирую не менее 8 штук если влезут 10 будет лучше но восьмерочку попробуем опять же это все все мы будем на старте размечать на старте мы будем прикидывать что у нас куда встанет что у нас куда поставиться ну и в конечном счете будем рассматривать разные варианты двигать править планировать по-разному у нас уже постепенно вырисовывается контур давайте приготовимся к нашей установке шлюза так появилась у нас кто гражданское объединение которое может нам продать ничего полезного ну пищевые и космическое питание может нам продать может нам продать парочку энергия ну кстати говоря давайте-ка почему бы не воспользоваться так блоков корпуса у нас много мягких блоков у нас тоже достаточно давайте три таких три таких и они нам еще денег должны вообще по моему отлично люблю когда нам платят деньги мы получаем некий профит с этих торговых операций всегда бы так так ну и скорее бы а вот этот кусок нам заполнить было бы вообще замечательно в одном из в одну из игр случайно попал в такую ситуацию когда на моем секторе ну точнее я летел на сектор как раз таки там был аванпост там собственно располагались два корабля военного альянса ну или там другой какой-то фракции который ко мне относилась нейтрально и на этот же сектор прилетел прилетело целых два корабля причем один огромный корабль прилетел пиратский и я наблюдал такую дикую зарубу как два огромных корабля а лупасит друг друга просто неистово периодически отвлекаясь на побочные корабли аванпост пытался дик там вот как угодно помочь ну естественно помогалось не очень но попытка не пытка вот и и это выглядело очень эпично особенно со стороны корабля который не вооружен от слова совсем и просто такой ребята меня не трогайте я типа на все готов на все согласен лишь бы меня не уничтожили вот но это заруба была прям великой действительно очень много и вот я прям отдалял даже на тактическую карту смотрел очень четенько прям видно как снаряды разлетаются прям ну взял попкорн и наблюдал со стороны с огромным удовольствием но в конечном итоге пришлось конечно же срулить потому что ну так так сложилось на меня потому что уже начало рикошетить ну и на этом все для меня начало заканчиваться ладно давайте приступать к постройке сначала я размещаю двигатели как вы видите почему я сейчас ставлю только 2 потому что при строительстве в самом начале у нас есть только 3 единицы системы это значит что мы можем поставить только либо 3 двигателя либо 3 какие-то другие системы корабля и мы их никоим образом не можем увеличить пока вот эти стабилизатор корпуса не построим как только стабилизатор корпуса появится ну замечательно мы расширим себя еще дополнительными прибабахами но с учетом того что на 2 клетки мы не сможем поставить три стабилизатора я пока оцениваю расстановку ну примерно так вот этот вот мы куда-нибудь перенесем еще теперь самое время нам распределить а где же мы что будем ставить давайте начнем с основного наша операционная панель навигационная панель вот это все нам нужно здесь установить точно здесь же еще защитный модуль оружейную панель и закрываемся здесь вот такой вот комнаткой на мой взгляд вполне себе симпатично получается оставлю еще одну стенку для того чтобы повесить здесь там может быть терморегулятор либо здесь ламп поставить ну посмотрим лишним не будет чем заняться чем занять это пространство мы найдем так значит двигателя мы тоже давайте обернем сейчас вот так туда ставить вряд ли мы что-то будем но по крайней мере отделить вот эту шумную очень шумную моторный отсек нам точно пригодится так давайте закроем сейчас вот так две комнаты есть что нам нужно дальше нам нужно обеспечить себе большое количество спальных отсеков значит здесь они у меня будут находиться по самому краю раз два ой промахнулся бывает ребят три так давайте-ка кстати давайте сделаем здесь двухместный номер так пять ну и шесть вот в принципе пойдет пойдет делаю на вскидку надеюсь взлетит такая тема посмотрим по крайней мере очень-очень на это надеюсь так что мы делаем дальше по дальней стороне я очень хотел бы поставить ботанический свой сад из-за которого собственно вся эта буча и началась вся вот эта вот весь этот разбор ситуации так что мне надо переезжать давайте-ка где у нас здесь вот она пища вот они рассадники давайте значит бачком сделаем два вот таких и дальше начнем ставить наверное вот вот так уже что-то и не очень не ставится хотя нет вполне себе ставится и закроем сейчас шесть штук ну в теории этого должно хватать в теории не уверен но надеюсь на это здесь поставим двойные двери в конце концов сюда если что можно будет в дальний угол сюда впихнуть еще необходимые разные устройства ну и в конце концов эти два рассадника можно будет подвинуть ну шесть штук это конечно немного засилия продуктов наверное не будет но основных продуктов нам должно хватать для того чтобы спокойно выживать из изощряться как-то ухищряться я сейчас не планирую ну этого должно быть достаточно так давайте наверное продлим сейчас наши наш ряд здесь не знаю насколько это будет правильно но можно поставить здесь стабилизатор корпуса здесь же мы поставим хранение наше хранилище так и я честно говоря думаю их поставить вот так вот так вот и вот здесь в торце поставлю хранилище для станков роботов и вот так в принципе получается неплохо здесь же у нас по месту есть шлюз здесь у нас по месту в принципе все необходимое и можно будет здесь поставить у нас некоторые кстати говоря мы сюда можем с удовольствием впихнуть наши крафтильни они нам очень и очень сильно пригодятся так здесь у нас будут производственные здания здесь с ними все понятно наверное стоит на этом пока здесь остановиться так электроэнергии давайте-ка распределим значит наши солнечные батареи давайте пока поставлю сколько четыре штуки нам хватит давайте четыре дальше давайте ставить наши господи да где они шлюзы то вот они шлюзы нам нужно два шаттла это минимум это прям вот к бабке не ходи сюда два черт не влезут а вот могли бы прям очень-очень хорошо бы влезть если б я шлюз подвинул на одну клеточку давайте попробуем шлюз демонтировать уже не смогу ладно давайте тогда ангар шаттла мы повернем сделаем его в этом направлении ему навстречу поставим капсульные ангары вот так ну и кстати говоря очень даже и неплохо можно будет еще один ангар шаттл поставить с этой стороны и два капсульных в перспективе два конечно же поставить уже с этой стороны вот так ну вполне себе неплохая картина вырисовывается что мы еще не установили мы не поставили кухню сейчас мы с ней тоже отдельно разберемся я думаю особо придумывать ничего не стоит мы ее прям бахнем где-нибудь здесь поставим конечно ну длинный коридор это конечно все здорово но наверное не факт что мы прям так вы выдвинемся ну вот сделаем наверное вот такую вот кухонку и я думаю отделить вот этот коридор вот такую большую кухню здесь же у нас будет будут развлечения наверное да а и здесь нам еще нужна зона как раз таки с туалетами так вот так я думаю я сделаю вот так и здесь собственно небольшой коридорчик ну по идее вообще должно быть все четко красивые и прям вот прекрасно но посмотрим посмотрим насколько это все действительно у нас получится здесь возможно даже таких больших объемов не нужно можно подвинуть это можно убрать это передвинуть это передвинуть это убрать так но в целом как то что то здесь более менее уже похоже на правду так так давайте тоже за расставим наши кровати тут же прикроватные столики так все есть ну с лампами мы разберемся я думаю отдельно ладно давайте уж тоже сразу все расставлю все как один так лампа еще на но здесь стены еще пока не готовы ставить нечего и некуда точки укрытия я думаю я поставлю по всякому по разному пока предварительно поставлю вот так чтобы можно было бы как-то как-то в упор даже но чуть-чуть прикрыться так нам осталось сделать производственные отсеки я боюсь правда не все могут туда влезть но мы по крайней мере посмотрим то есть у нас большая установка это но она вместится в принципе металл преобразователь вот с ним тоже ну что то что то точно влезет ну а если что то не влезет мы с этим будем отдельно разбираться еще дальше так кухня комфорт давайте ее поставим кухню мы поставим кухню мы поставим давайте-ка мы ее поставим сейчас сюда водорослевый аппарат мы тоже поставим поблизости на всякий пожарный все-таки он может нам здесь чем-то да пригодится автомат со спиртным на самом деле мы тоже можем поставить но пока в нем наверное особо смысла нету по крайней мере я пока не спешу его ставить давайте здесь поставим два диванчика четыре человека смогут спокойно себе обедать ну и наверное давайте еще один может быть поставим вот так вполне себе неплохо как мне кажется со светом разберемся позднее сейчас это не доступно для нас так нам нужно теперь поставить генератор как я уже говорил все по хорошему постройки нам нужно как-то друг от друга изолировать здесь будет у меня во первых место для лечения капсулы гиперсна про них мы не забываем они у нас по-прежнему в ожидании так ну и для лечения пожалуй я вот так вот поставлю дверь вполне себе по моему неплохо получится должно быть все в порядке немного будет из-за стенки шуметь но не так чтобы прям сильно и не так чтобы прям сильно страшно но не не сильно прям напрягало так я понял что немножечко я здесь переборщил надо на клетку подвинуть все это делом потому что не хватает свободного места на установку капсул самое теперь главное чтобы у меня на все хватило материалов так здесь у нас 45678 ну 8 пока не ставим мы его поставим чуть позднее так но уже получается уже в что-то где-то с чем-то куда-то в принципе неплохо так и вот здесь мы можем поставить уже генератор здесь мы уже можем немного 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 не мало считайте как хотите называйте как хотите уже поставить наши вспомогательные системы первой из которых будет электроэнергия наш электрогенератор для капсул гиперсна это в принципе без разницы мы его здесь влепим так солнечные батареи есть накопительная электроузлы пока мы не можем поставить потому что нету единиц системы нейтрализатор здесь по-любому должен быть терморегулятор это прям очень важно здесь терморегулятор мы тоже поставим потом в моторных отсеках тоже они у нас будут так танцульки я хотел поставить но забыл сейчас по всем собственно надо пройтись и все поставить так что еще значит научная лаборатория вот ее то я сейчас себе не поставил давайте поставим ее там где у нас электрогенератор исследовательский верстак тоже поставим здесь поблизости так ну и давайте пройдемся роботы пока отдельно генератор счета мы поставим потом по готовности сканы пушки все это позднее хранилище есть пища есть ресурсы попозже немножечко да но не все строительный станок нам нужен уже сейчас мы кстати можем поставить вот сюда фильтр воды мы поставим я думаю сюда нам кстати говоря вот этот станочек тоже можно передвинуть здесь наверное ему более комфортно будет так 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 давайте вот эти тоже сдвинем тут можно будет тогда поставить и влагосборник и компостник нет компостник не влез чуть-чуть не влез жаль его надо будет ставить сюда ну ладно все мелочи так жизнеобеспечение генератор кислорода конечно же мы ставим в один конец сюда можно будет поставить сюда точнее можно будет впихнуть еще один и наверное третий мы как-нибудь здесь в конце поставим тоже так настенный регулятор тоже поставим нейтрализатор газов нам тоже безусловно нужен у нас один будет где мы нам его поставить давайте вот здесь рядышком и один еще будет безусловно здесь и один еще будет у нас в коридоре вот примерно так вроде бы неплохо вроде бы все сошлось по установкам тоже все необходимое есть по украшениям потом мы разберемся с этим как-нибудь но что же похоже что мы все распределили осталось еще некоторая свободная зона здесь под наверно как раз таки аппарат с алкоголем производственная зона маленькая скромная но она есть ну и в целом похоже что мы все уместили господа запускаем стройку а вот что из этого получится вы увидите следующем летсплее всем спасибо ребят жду ваших комментариев и до новых встреч